МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третье место по количеству самоубийств по всему миру. Что толкает казахстанцев на отчаянные поступки? Не допускать давление на бизнес, а обеспечить принцип правосудия и принять конкретные масштабные меры. Об этом и многом другом говорил президент на встрече с предпринимателями. А еще он поручил привлечь бизнес-сообщество к разработке новой экономической политики. Давление на бизнес – это один из важных моментов обсуждения. Не допускать его и строго отслеживать такие факты, к тому же над защитой честных и ответственных предпринимателей, заявил президент. Каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на контроле генерального прокурора. Подобные дела требуется доводить до конца. Здесь не может быть и речи о какой-либо корпоративной солидарности. А еще из-за того, что монополизировали целые сферы, бизнесу зачастую приходится идти на хитрые схемы и договариваться с чиновниками. Чтобы получить госзаказы или просто выжить, и такая характеристика бизнеса сильно вредит государству в целом. К сожалению, такая же картина наблюдается и на местном уровне, в областях. Не секрет, что региональные власти, руководители территориальных правоохранительных подразделений срослись с бизнесменами и под видом поддержки бизнеса способствовали их не всегда легальной деятельности. Все это создало справедливую характеристику казахстанского бизнеса, как коррупционного, теневого, базирующегося на административном ресурсе и кружащегося вокруг тендеров бюджетных потоков. А вот какие критерии бизнеса, которые соответствуют полной и безоговорочной поддержке, перечислил президент? Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики. Мы должны строго выдерживать баланс между интересом бизнеса и государства. И немного статистики. За последние пять месяцев прокуратура защитила права пяти тысяч предпринимателей. Это столько же, сколько за весь прошлый 21-й год. Есть еще масштабная практика признания предпринимателя подозреваемым, что парализует его деятельность инвестиций и бросает тень на деловую репутацию. А нужно ведь решительно бороться с теневой экономикой, сказал Тукаев. Гульнару Марва, Олег Писаренко, ТДК-42, при поддержке телерадиокомплекса президента. Тем временем премьер Смаилов обещает создать лучшие условия для бизнеса. Об этом он говорил в столице на выставке казахстанских производителей. Как говорят экономисты, нужно думать о малом бизнесе больше, чем о населении. Как ни странно и чудовищно звучит этот принцип, но он является аксиомой в деятельности многих правительств мира. Причина? Если государство поддерживает малый бизнес своего государства, оно автоматически поможет и бюджету страны, и ее населению. Бизнесмены, которым организовали выставку в столице, в основном жалуются на то, что в Казахстане нет длинных и дешевых денег. А главная проблема – монополия. Все ниши заняты, причем бизнес в стране смешан с государством. Из-за квази-госсектора малый бизнес не может развернуться. По причине бюрократии и волокитов чиновников помощь бизнесу оказывается формальна. В результате монополисты богатеют, а МСБ не может открыть рабочие места для местного населения. Даже субсидии на АПК достаются крупным корпорациям, а не мелким фермерам. Субсидии выделяются, я не говорю не выделяются. Я бы сказала, даже именно на АПК, на агропромышленный комплекс, выделяются вообще баснословные деньги, но там есть большая несправедливость. Получают эти субсидии через знакомых, у кого какие связи. В основном так бывает. А крупные корпорации, компании, ниоткуда вы никогда жизнью агро не занимались. И они получают очень большие деньги. И соответственно потом в новостях мы видим коррупционные схемы, системы и так далее. Поэтому в этом плане есть большая несправедливость. В США и Европе именно МСБ является локомотивом экономики, делая определяющий вклад в ВВП в размере 70%. У нас меньше 30%. По мнению экономистов, на протяжении всех лет независимости мы только и делаем, что говорим о его поддержке и развитии, но ничего не меняется. Сегодня Казахстан относится к странам с самой монополизированной экономикой, которая не только развивается, а существовать бизнесу не дает. Так считают экономисты. Есть причины рукотворные, которые чиновники сознательно сами и создают. Так Нацбанк не снижает базовую ставку, поэтому бизнесу не хватает длинных и дешевых кредитов. Впрочем, в новом Казахстане власти вновь обещают исправить положение. Правительство продолжит работу по расширению конкурентного поля для ведения бизнеса, созданию равных возможностей для предпринимателей, а также ликвидации монополизации рынков. Упрощается и обеспечивается прозрачность доступа к закупкам квази-государственного сектора. Один из местных парадоксов – это бизнес-процессы в условиях чрезвычайной монополизации. Неестественное состояние чиновник-бизнесмен стало естественным. Государство так прочно стало ассоциироваться с бизнесом, что в официальный оборот вошли социально-предпринимательские корпорации. Ранее президент поручал оцифровать информацию о земельных участках, генеральных планах застройки, доступных мощностях и коммуникациях. Эта информация тайно за семью печатями, заявлял Токаев. Главная причина – покровительство в пользу известных компаний. Земли и преференции достаются именно им, а малому и среднему бизнесу не дают работать, резюмировал глава государства. Бауржан Шехмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Казахстан занимает третье место в мире по количеству самоубийств. Об этом говорили эксперты на парламентских слушаниях в Сенате. Тема заседания – это вопросы молодежной политики. Эксперты говорят, что причиной суицидов могут быть материальное положение и одиночество детей и подростков. Казахстан, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает третье место в мире по количеству самоубийств и лидирующих среди стран Центральной Азии. По данным этой организации, если в год суицид совершает около миллиона людей, то 8 тысяч из них – казахстанцы. Если во всем мире каждые 40 секунд происходит одно самоубийство, то почти каждый час в Казахстане кто-то добровольно расстается с жизнью. В ряде регионов наблюдается рост показателей суицида. Например, в Туркестанской, Алмакинской, Восточно-Казахстанской областях. Это ужасающие показатели. За 2021 год, если посмотреть, где-то 113 у нас фактов зафиксировано. Это очень большое количество, считаю. Поэтому он стоит на повестке дня. Вопросы сейчас идут, глубочайший анализ всех этих причин этих вопросов. Но предварительно причины, по большому счету, как бы уже в определенной мере известны. Безусловно, это в первую очередь, я думаю, это вопросы, связанные в взаимоотношениях, в определенной мере с родителями вопрос возникает. Казахстан всегда был в числе печальных мировых рекордсменов по количеству суицидов среди молодежи. Согласно опубликованному в 2014 году отчету детского фонда ООН ЮНИСЕФ, наша страна входит в группу стран, где самоубийство является лидирующей причиной смерти от неестественных причин среди подростков и молодежи. Причины самоубийств разные. Однако сейчас в Казахстане широко известны случаи, когда люди решаются на суицид уже по политическим и экономическим мотивам. В последнее время в Казахстане участились случаи самосожжения людей. Несколько казахстанцев уже грозились самосожжением, чтобы быть услышанными властью. Но чиновники полагают, что причины суицидов иные. Вовлеченность определенных азартных игр – это один из, я думаю, тоже главных составляющих. Ряд вопросов был тогда, в прошлом году еще поднимались по вопросу тестирования. Но вы уже знаете, что с этого года уже правила тестирования поменяли. И наши выпускники уже имеют возможность уже несколько раз сдавать экзамены. Поэтому в этом плане сегодня ряд вот таких причин как бы выявлены. Но он требует дальнейшего сегодня более глубокого исследования. По мнению депутатов, одна из основных причин детских суицидов – травля. Ежегодно буллингу подвергается 12% школьников. Психологи же полагают, что причина в одиночестве. Сейчас даже в бассейн подростку невозможно пойти, потому что все это очень дорого. Бауржан Шехмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Продолжаем выпуск и вот что вы увидите далее. 12 сотрудников уголовно-исполнительной системы накажут за драку в Уральской колонии. В РУ-170-2 завершилось служебное расследование по факту инцидента. 21 миллион тенге требуется на операцию ребенку в Уральске. Малыш с врожденным лож заболеваний может остаться инвалидом. Нашествие гусениц, луговой мутылек и полынный листоед атакуют поля октябинских фермеров. Насколько опасны насекомые для будущего урожая? В Департаменте уголовно-исполнительной системы Западно-Казахстанской области завершилось служебное расследование по факту массовой драки осужденных. В результате 12 сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы средней безопасности РУ-170-2 привлекли к дисциплинарной ответственности. Одного из них вовсе отстранили от занимаемой должности. 10 мая в 5 утра в колонии общего режима РУ-170-2 произошла драка между осужденными, в котором пострадали 10 заключенных. Администрация тюрьмы была вынуждена вызвать дополнительные силы, в результате чего драка за решеткой была локализована за 10 минут. По данному факту завершилось служебное расследование. По его итогам принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности 12 сотрудников колонии, одного из которых вовсе отстранили от занимаемой должности. Один человек отстранён от занимаемой должности. Три человека предупреждены о неполном служебном соответствии. Четырём сотрудникам объявлен строгий выговор. Трое получили выговор. И один человек получил замечание. Напомним, что всего в драке пострадали 10 человек. Семеро заключенных доставили в городскую многопрофильную больницу. 37-летнего пострадавшего госпитализировали в областную многопрофильную больницу с резанными ранами, переломом нижней челюсти. 10 мая в одном из режимных учреждений города произошла массовая драка, в результате которой мужчина 1985 года рождения с переломом нижней челюсти, различными ушибами был доставлен в областную многопрофильную больницу. Пролежав 7 дней, он с улучшением был выписан. Пресс-службы Департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области отметили, что в отношении участников массовой драки начато досудебное расследование по статье 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Им может грозить до трех лет лишения свободы. Новая финансовая пирамида обнаружена в Западно-Казахстанской области. Потребительский кооператив ГАП был создан в 2021 году. Сейчас в отношении его руководителя возбуждено уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой». Оно расследуется территориальным департаментом агентства финансового мониторинга. Напомним, в последнее время возбуждается немало дел в отношении мошенников и пирамид. Причем в самых разных регионах Казахстана. А граждан агентства призывает проявлять осторожность. Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Важно знать, что основная цель финансовых пирамид – нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал. Вуральский ребенок, на которого упал телевизор, пришел в сознание. По словам медика, в состоянии девочки стабильное. Напомним, ЧП произошло в больнице села Переметное района Батирек. Ребенок 2020 года рождения залез на тумбу, на которой стоял большой телевизор. В результате техника упала на девочку. После случившегося у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние и сильный ушиб головного мозга. Состояние ребенка стабильное. Отмечается улучшение. Они в данный момент находятся в палате вместе с мамой. За последние три года по Западно-Казахстанской области произошло свыше 140 пожаров, порядка 80 из которых были в степных районах региона. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям в ходе заседания аппарата. Кроме того, работы по предотвращению пожаров по области уже идут полным ходом. Ежегодно с наступлениями летнего периода по области увеличивается количество лесных и степных пожаров. В частности, только за прошлый год в регионе произошло более 100 возгораний, основная доля которых приходится на халатность людей. С целью профилактических работ и предотвращения возгораний из бюджета ежегодно выделяются десятки миллионов тенге. В этом году уже произошло 11 пожаров. Работа по профилактике лесных и степных пожаров ведется по всему региону. Так было закуплено более 150 единиц противопожарного оборудования. Также на организацию авиапомощи при тушении лесных пожаров с бюджета выделено 31 миллион в тенге. Основной задачей является работа с населением, крестьянскими хозяйствами и жителями сельских округов, заявил глава области. Он отметил, что только совместными усилиями можно добиться сокращения лесных и степных пожаров в регионе. Сумма из бюджета выделяется. Проводите встречи, разъяснительную работу, также подготовьте всем необходимым специальные бригады. Мониторинг нужно проводить постоянно. Также во всех районах должна быть налаженная командная работа. Добавим, что для защиты населения от пожаров проводится ряд предупредительных мероприятий, таких как создание удобных условий для эвакуации, установка сигнальных систем для своевременного оповещения, оборудование объектов первичными средствами тушения. Рустам Машарип, Файбала Джагапар, Александр Горабрев, Телеканал ТДК-42. Военно-полевые сборы в Уральске собрали тысячу школьников. Мероприятие проведено в рамках образовательной программы на базе детского оздоровительного лагеря «Атамикен». В течение пяти дней участники сборов проходили тактическую и огневую подготовку и обучались азам военного дела. Основная цель мероприятия – это военно-патриотическое воспитание молодежи. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса сборы были проведены впервые за три года. У многих ребят здесь уже появилось желание служить в вооруженных силах, поступать в вооруженные силы. Были проведены встречи с ветеранами-интернационалистами. В Уральске на операцию маленького ребенка требуются большие средства. Годовалому Рахиму поставили диагноз «врожденная атрезия слухового прохода и выраженная микротия». Обеспокоенные родители ждут врача из-за рубежа для проведения операции. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Маленькому Рахиму больше года. Это очень спокойный, не по годам смышленый малыш. У Рахима атрезия и микротия к слуховому проходу. Кондуктивная тугоухость третьей степени. У ребенка проблемы со слухом. Нужна помощь в восстановлении. Ребенку необходима сложная операция, которая относится к числу самых дорогостоящих. Данную операцию может сделать врач из Индии. В начале июня он приедет в Алматы и может помочь маленькому Рахиму. Родители не в силах собрать большую сумму, которую озвучили медики. Если вовремя не сделать операцию моему сыну, то это может повлиять на второе здоровое ухо. И Рахим может совсем потерять слух. Врач из Индии готов нам помочь, но на это нужна огромная сумма – 21 миллион тенге. Поэтому я прошу неравнодушных людей помочь нашей семье собрать необходимую сумму на операцию. 5 миллионов тенге уже удалось собрать. Нам не хватает еще 16 миллионов. Я уже не знаю, куда нам обращаться. Пожалуйста, помогите. Доктор из Индии, лор-хирург Ашеш Бумхар, сразу восстанавливает поврежденный слуховой проход и раковину уха, а также реконструирует косточки среднего уха. Данная операция обеспечивает более четкое восприятие звуков, нежели при использовании слуховых аппаратов или системы ванна. МИК-2 Рахмартура, 21-го года рождения. У него диагноз – отрези и микротии левого слухового прохода, и он нуждается только в оперативном лечении. Родные Рахима верят, что слух ребенка можно спасти и удастся собрать необходимую сумму на лечение. Главное – не сдаваться. Предстоящая операция требует неимоверных сил и огромных денег. Но она того стоит, потому что это борьба за полноценный слух маленького ребенка. Помочь Рахиму можно по реквизитам, которые указаны на экране. Или связаться с мамой по номеру 8-775-316-8146. Альбина Коленова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК-42. Модульный инфекционный стационар получил современное оборудование. Теперь жители региона могут пройти рентгенологическое обследование, компьютерную томографию в Уральске. При этом ждать анализы долго не придется. С современной медицинской аппаратурой теперь может похвалиться и новый модульный инфекционный стационар. Это очень хорошая новость как для жителей региона, так и для сотрудников стационара. Как заявляют медики, раньше ждать анализы нужно было несколько дней. Но теперь это займет лишь день-два. Модульный инфекционный стационар полностью оснащен оборудованием новейших образцов. Имеет большую площадь помещений, возможность оказывать медицинскую помощь в объемах и на условиях, соответствующих требованиям и стандартам оказания медицинских услуг. Новое оборудование поможет проводить эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические, клинические и бактериальные исследования. Аппарат, анализатор, автомат, ИХЛА-1000А. На этом аппарате определяются гормоны, несколько видов, антитела и специфические белки. В период пандемии ощущалась острая нехватка современных инфекционных стационаров. И открытие подобного медицинского учреждения позволило решить эту проблему. Новая техника будет способствовать улучшению качества медицинского обслуживания населения. Все больше фактов мошенничества регистрируется на территории Уральска. В текущем году полицейские расследовали уже свыше 400 дел по факту мошенничества. Основная масса преступлений совершена путем использования интернет-ресурсов и телефонных звонков. Это порядка 200 преступлений. Но поймать удается далеко не всех преступников. Сложность вызывает то, что многие из них находятся за пределами города, часто даже в других странах. Правоохранители напоминают, чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков и сотрудниками полиции. Поэтому стоит быть бдительнее, принимая звонки от незнакомых лиц, выдающих себя за представителей вышеуказанных сфер. К сожалению, жертвы мошенников легко поддаются на провокации, не проверяя данные, отмечают стражи порядка. Потерпевший сам после совершения звонка пошел в банк второго уровня, оформил там кредит, реально на себя оформил кредит. И эти денежные средства он отправил на счет мошенников. Это говорит о том, что наши потерпевшие во многих случаях узнают факты мошенничества после того, как они уже были совершены. Луговой мотылек и полынный листает атакуют поля октябинских фермеров. В прошлом году они уже боролись с массовым нашествием прожорливых гусениц и опять переживают за будущий урожай. Новая армия вредителей появилась сразу в четырех зерносеющих районах. Лейла Уесова об опасениях крестьян. В прошлом году луговой мотылек уже хозяйничал на октябинских плантациях, безжалостно уничтожая будущий урожай. Справиться с нашествием самостоятельно фермеры не смогли, поэтому попросили помощи у властей. На обработку полей выделили технику и химикаты. Сейчас ситуация повторяется. Опасный враг вновь атаковал сельхозу Годи. В Байганинском районе сейчас борются с другим вредителем. Степные травы поедает полынный листоед. Массовое нашествие началось несколько дней назад, говорят сельчане. Специалисты из управления сельского хозяйства выехали в четыре зерносеющих района и уже изучили местность. О ситуации на полях сообщили на брифинге. Мы хотим отметить, что лёд Маталька в данное время абсолютно безвреден никак по северным, ни садоводческим хозяйствам. Поэтому мы рекомендуем всем садоводческим хозяйствам, владельцам, дачным участкам, хозяйствующим субъектам, чтобы они ежедневно наблюдали за своими пассивами, за своими садами. Ориентировочно мы ожидаем, что с учётом того, что сейчас лёд происходит, где-то в первой декаде июня возможен отрождение личинок. Самые опасные – это личинки. Поэтому надо быть прежде всем полностью готовым быть. Пока вредитель обнаружен в двух сельских округах. Площадь поражения составила 60 гектаров. Причиной их массового размножения стала тёплая и влажная погода. Сами бабочки угрозы не представляют. Именно гусеницы способны уничтожить весь урожай. По словам специалистов, при благоприятных погодных условиях луговой мотылёк может развиваться в трёх поколениях. Уже несколько дней в регионе идут проливные дожди, которые только увеличили интенсивность лёта бабочек. Октябрьские фермеры теперь опасаются, что из-за вредителей могут потерять весь урожай. Уже сейчас им нужно позаботиться о химикатах, чтобы уже в июне начать обработку. Если в прошлом году им помогли за счёт Госфонда, то в этом году фермеры должны рассчитывать только на свои силы. В Актау необычный пешеходный переход озадачил автолюбителей. Вместо привычной зебры и скраски появилась светящаяся дорожная разметка. Авторы идей выбрали самую оживлённую шестиполосную дорогу в качестве эксперимента. Выбранное место подсвечивается в тёмное время суток за счёт светодиодных проекторов. Стоит отметить, новшество смогли установить на народные деньги. Это 5 миллионов 200 тысяч тенге. Чиновники города обещают подобные переходы в других частях города в случае, если новшество окажется удобным и безопасным для пешеходов. Проект называется «Лёсь». До этого никогда не было проекта. Вот такой инновационный проект в Казахстане только в трёх городах. В городе Нур-Султан, в городе Алматы. Один предприниматель подарил такой проект в городе Караганде. И четвёртый проект жители города Актау подарили для своего солнечного города. 21 мая отмечает свой профессиональный праздник деятели культуры и искусства Казахстана. Среди виновников торжества – театральные деятели, писатели, музыканты и другие. Несмотря на то, что этот день в Казахстане не является официальным выходным, к празднованию его подходят с должным вниманием. В Западно-Казахстанской области поздравили ветеранов этой сферы и наградили действующих работников. В Казахстане работники культуры и искусства отмечают свой профессиональный праздник с 2013 года. В этот день организуются торжественные встречи, концерты, выставки и отмечается труд заслуженных работников. Неоценимый вклад вносит работа и творчество деятелей культуры, формирование, развитие и хранение исторических ценностей, патриотизма, общего развития граждан. В своем поздравительном выступлении Аким области Галий Искалиев отметил важную роль, которую играет деятель искусства. Наш при Урале имеет свою неповторимую культурную историю. Мы сегодня видели на сцене тех наших земляков, которые, к сожалению, сейчас среди нас нет их. Это люди, которые своим трудом, своей жизнью, своим временем показали, что культура и искусство имеют огромное значение для любой страны. Государственная политика в сфере культуры в нашей стране направлена на сохранение культурного наследия и развитие его многообразия. Стоит отметить, что Западно-Казахстанская область имеет свое неповторимое культурное наследие и славится творческими людьми, народными ансамблями и коллективами. Ветеран культуры Феликс Баюканский посвятил этой сфере 52 года своей жизни. Он поздравил жителей области и отметил, что нужно уделять большее внимание при общении людей к искусству. Я сам служил искусству 52 года. В филармонии работал, в отделе культуры, в парке. Это прекрасная, увлекательная работа. Это люди инициативные, творческие, предприимчивые. Выдающиеся люди работают в культуре нашего города. Поэтому мне очень приятно здесь быть. Особенно это зал Атамиген. Удивительный зал, огромный, красивый, настоящий большой зал, где можно проводить различные мероприятия, праздники программы. Во время праздничного мероприятия Аким области наградил благодарственными письмами отличившихся работников. Также с концертной программой выступили местные артисты. Альбина Каленова и Баршали Керова, Мирбулат Джагапаров, ТДК-42. Если вы хотите сделать жизнь максимально комфортной и сэкономить время, вам не обойтись без бытовой техники. В этом вам поможет магазин электроники и бытовой техники «Мечта». Только до 31 мая приобретайте желанную технику по выгодным предложениям со скидками на второй, третий и четвертый товары. Только до 31 мая желанная техника «Мечты» по самым выгодным предложениям. Выбирайте скидку 20% на второй, 50% на третий или 70% на четвертый товар. Либо кэшбэк до 20%. И возможность оформить все это в рассрочку до 12 месяцев от Каспибанка без процентов комиссии и переплат. Спешите сделать выгодную покупку. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу город Уральск, улица Курмагаза, 69, в районе Центрального рынка, улица Сарамудатова, 10, дробь 1, а также в городе Аксай, микрорайон 5А, дом 6А. Мебель производства Турции, Белоруссии и России – это шедевр мебельного искусства и великолепное сочетание уюта, красоты и изысканности. Создайте идеальный интерьер вместе с нами и получите эстетическое удовольствие и комфорт. Поспешите порадовать себя и близких неповторимым дизайном и качественным исполнением. Ждем вас ежедневно в нашем мебельном салоне «Фламинго» с 10.00 до 19.00 по адресу улица Шолохова, 52. По всем вопросам обращаться в наш салон по телефону 8-771-170-2021. Отличный выбор на любой вкус. Швейное предприятие Нуртана предлагает защитные качественные комбинезоны для защиты кожных покровов, органов дыхания и других частей тела от воздействия негативных факторов. Защитные комбинезоны могут использоваться в любой сфере и предприятиях, а также принимаем заказы на пашиформенной, спортивной, трикотажной, промо- и спецодежды. Будем рады сотрудничеству с вами. У нас актуальные цены. Телефон для справок 8-776-921-9083. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ КОМПАНИЯ ДУМАН ТРАНЗИТ КОМПАНИЯ ДУМАН ТРАНЗИТ Оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ КОМПАНИЯ ДУМАН ТРАНЗИТ КОМПАНИЯ ДУМАН ТРАНЗИТ Оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова